And the representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a further statement. Благодарю вас, госпожа председатель. К сожалению, в ответе повторным словам моей британской коллегии я не узнал ничего нового. Тот же набор бездоказательных утверждений, что и раньше, это мы слышали во время предыдущих заседаний. Пару фактологических вещей. Насчет консульского доступа к Юлии и Сергею Скрипалью. Как я уже сказал, консульского доступа мы не имеем. Но показательно другое, что сестре Юлии Скрипалью, которая проживает в России, и которая хотела навестить Юлию, и которая давала для этого согласие, британское посольство дважды отказало в выдаче британской визы. Ничего вам это не говорит? Что касается запроса, который якобы британская сторона направила России сразу же после инцидента. Мы уже имели удовольствие неоднократно комментировать характер этого запроса, который никаким запросом не являлся. Это было обращение тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона к российскому послу в Лондоне с требованием признаться в совершенном преступлении и сказать, как оно было совершено, сведомо российской власти или по недоразумению, по недосмотру. Вот, собственно говоря, был весь запрос о сотрудничестве с Россией. Не вводите в заблуждение мировую общественность. Никакого запроса о сотрудничестве с российской стороной по расследованию этого дела не было от британской стороны. Наоборот, были неоднократные запросы российской стороной, как в рамках Организации по запрещению химического оружия, так и другими путями к британской стороне провести совместное расследование и подтверждена готовность российской стороны полностью включиться в таковое. Я, конечно, понимаю, что наша британская коллега говорила, что мы живем в параллельных вселенных. Ну, может быть, кому-то бы и хотелось, чтобы мы жили на другой планете, но колонизированных планет пока нет, поэтому придется жить на одной, которую мы имеем. А на этой планете нам придется сотрудничать, хотите вы или нет. И на те вопросы, которые мы перед вами поставили, а их свыше 40, на большую часть ответа по-прежнему нет. Как и нет многочисленных российских версий произошедшего, о чем вам сегодня пытаются здесь сказать, выдавая журналистские версии за позицию российских властей. Мы тоже будем рады с удовольствием дать брифинг заинтересованной делегации по тому, как мы видим ситуацию, по тому, что произошло и по тому, что происходит сейчас с так называемым расследованием в Великобритании. Благодарю вас. Продолжение следует...